Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает Лоподом. И сегодня речь пойдет о классике советской детской литературы Георгия Алексеевича Скребицком. Вот посмотрите, это рассказы из детства наших родителей. Около 100 книг и публикаций. Это великолепная совершенно тема природы, тема питомцев домашних и диких, которые, собственно говоря, сделали классические такие авторы, как Бианке, как Пришин. И, конечно, Скребицкий прекрасно понимал, что вся его эрудиция, вся его подкованность в вопросах биологии, ботаники, охотоведения и всевозможного ухода за домашними и дикими зверями, это, в общем, никак автоматически не конвертируется в прекрасную детскую прозу. Как кажется многим начинающим авторам. Потому что первое, из чего начинают очень многие писатели, желающие писать для детей, это рассказы про кошечек и песиков, про замечательных наших четвероногих друзей. Дорогие друзья, в отличие от четвероногих собратьев, у вас есть разум. Не делайте так, пожалуйста. Рассказы про вашу чудесную кошку Мусечку интересны только вам и кошке Мусечке. Вот, если бы она могла их выслушать. Значит, на самом деле секрет прозы совершенно в другом. Вот все то умиление, все то, значит, все те эмоции, которые мы испытываем к нашим питомцам, они, в общем-то, не становятся автоматически содержанием прозаических произведений или стихов. Это довольно-таки сложный процесс, где важна драматургия, важны характеры, важен очень тактичный подход к антропоморфизации. Это очеловечивание животных, которые максимальной своей завершенности достигают, допустим, в мультфильмах Диснея, где у них мимика людей, эмоции людей, поведение людей. Значит, в общем, эта история, на самом деле, про людей, конечно, а не про животных, не про каких. Вот. И, значит, минимальной своей степени достигают у рассказов и в иллюстрациях писателей и художников-анималистов, которые описывают реальные поведения и реальные взаимоотношения, значит, с животными, включая пищевые цепочки и другие, скажем так, не для малышей предназначенные темы. И вот что делает Скребицкий. Он очень простым, безыскусным слогом рассказывает истории из жизни диких и домашних питомцев. Вот этот жанр, в котором пробовали себя многие, но успеха снискали далеко не все. Жанр можно обозначить уже ставшим нарицательным именем книги, да, «Ребята о зверятах». Вот это вот «Ребята о зверятах» – это ведь, в сущности, книга-то на все времена, да, совершенно бессмертная. И если речь идет о каких-то домашних животных, о животных каких-то спокойных, живущих вместе со своими хозяевами, то это одно. А если речь идет, допустим, о повести Кинули, значит, то речь идет о львенке. И львенок, которого назвали Кинули, это реальный лев, да, который выращен в московской квартире в обстоятельствах совершенно для этого не предназначенных. Практически до взрослого возраста. Потом, конечно, он переселился в зоопарк. Что называется, не повторяйте это в домашних условиях. Потому что советский период нашей истории знает трагическую историю, когда, значит, семья выращивала дома львят, значит, и тигров, насколько я помню. Вот. И это было очень мило, замечательно, пока уже повзрослевший лев совершенно нечаянно, он не хотел этого, да, не убил подростка лапой. Ну, вот так получилось, да. Он, в общем, не хотел ломать позвоночник ребенку. Ну, не предназначены эти животные для домашнего содержания, как вы понимаете. Ну, вот. Что же происходит у нас в этих рассказах? Здесь у нас есть и охотничьи зарисовки, которые тоже имеют давнюю традицию в русской классической литературе. И рассказы о домашних питомцев, и рассказы о диких собратьях наших, которые, значит, так или иначе становятся спутниками на некоторое время героев книги. И все это, главное, сюжетно. Потому что описательность здесь убийственна, как и милота. Этим абсолютно нелитературным, недопустимым, конечно, в грамотной лицензии словом, я обозначаю вот насыщенность как бы положительными эмоциями, когда нам рассказывают, ну, о своих вот милых домашних зверятах. Вот эта вот милота. Сюжетность у Скрипицкого, это прежде всего, как у Носова, да, какой-то интересный, занимательный сюжет, который нужен для того, чтобы действие двигалось. Вот рассказ «Воришка». Замечательный рассказ про бельчонка, который некоторое время у нас живет дома. И выросший с молодых ногтей, он, конечно, ведет себя в квартире, как в лесу. Он совершенно ручной, он играет с детьми, садится на плечо, выпрашивает сахарок. Натурально выпрашивает уже, как вот одомашненное животное. Вот. Но, тем не менее, происходит конфликт, потому что в буфете хранятся конфеты и сахар, свадости, которые детям просто так брать запрещено без спроса. Вот. И тут возникает недосдача. Значит, выстраиваются дети, строго спрашивается с них, кто взял, да, никто не признается. Значит, и, в общем, дети клянутся, что они ничего не брали, не воровали. Ну, подразумевается, что это действительно конфликт, слезы, да, и неприятности. Вот. Но быстро выясняется, что один из детей заглянул на шкаф и увидел там огромный запас этих конфет, этого сахара и много еще чего всего. Дело в том, что приближался конец лета, все белки запасались на зиму, и наш герой, бельчонок, тоже решил делать запас. И он на шкафу там строил себе прекрасный, значит, запас на зиму продуктов. Вот. Что ж, буфет запирать не стали, но приделали крючок проволочный, который не позволял бельчонку больше воровать оттуда сладости. И, например, уже по осени, когда этот инстинкт еще более усилился, да, у белки, пошли за грибами, оставив набранную корзину с грибами без присмотра. Ну, в самом деле, кому придет в голову убирать куда-то грибы, собранные в лесу. На утро квартиру было не узнать. Белка очень любила оленьи рога. Она сидела на них, как на ветках дерева, значит, играла постоянно, с них обозревала комнату, ей вот очень они нравились, да. И вот на каждом отростке этих рогов, на всех гвоздиках, на крючке для полотенец, на всех подходящих для этого предметах были аккуратно нанизанные грибы. Потому что белка, как она это делает в лесу, на веточке, значит, нанизала эти грибы, чтобы они сохли ей на зиму. Вот такой вот питомец. И, в общем, без всякой нудной морали понятно, что ему не совсем место в обычной квартире, да, в обычном доме. Даже если это деревенский дом. Потому что живет он там как в лесу и доставляет массу забавных неудобств хозяеву. Ни о чем серьезном там не говорится, да, но подразумевается. И даже, по-моему, дошкаленку эта мысль понятна. Или вот другая, а иногда бывают по-настоящему драматические моменты, когда, значит, люди не совсем понимают, что такое большое животное дома и что такое его права и обязанности. Об обязанностях собаки как раз рассказ «Замечательный сторож». Действительно, замечательный сторож. Итак, к рассказчику приводит приятель овчарку, которую он завел. Ну, прекрасный пес, отличный сторож, всех в комнату пускает, никого не выпускает. Ну, так обучен и все прекрасно. Уходя, он говорит, слушай, я тебя оставлю ненадолго, собаку, ну, побудь с ней, пожалуйста. Значит, совсем ненадолго. Вот, на недельку я уезжаю в командировку, а ты, значит, тут вот, или на две недели, на две, по-моему, недели, а ты тут, значит, с собакой поживи. Ну, ладно, по-дружески согласился оставить пса дома. Пес сидит возле двери, а хозяин, уходя, сказал, ты покажи себя как настоящий сторож. Не вздумай сплоховать, да, никакого баловства. Сторожи, вот. И вот, значит, рассказчик пытается выйти из комнаты, но вы уже догадались, что дальше будет, да, если его не выпускают. Это еще полбеды. То есть он думает, он пытается его приманить, отвлечь, ничего не получается, естественно. Тут заходит сосед за спичками, на минуточку. Дальше рассказывать надо. Ну, конечно, сосед тоже застревает, их уже двое. Они пытаются перепробовать все возможные способы. Испугать собаку, отвлечь ее, значит, умилостивить какими-нибудь подачками, значит, выпрыгнуть в окно. Но окно высоко, это не первый, не второй этаж. Внизу какие-то крыши. Кричи, ни до кого не докричишься. Но я же выбирал комнату не для того, чтобы в нее можно было легко залезть и вылезти в окно. Оправдывается рассказчик. Вот очень напрасно, говорит ему сосед с полным пониманием ситуации. Значит, в конце концов сосед начинает ужасаться, волноваться. Что подумает моя сестра, вышел на минуту, она будет звонить в милицию, меня будут искать, да. Вот. И тут заходит сестра, которая говорит, ах, вот ты где. Ушел на минуту за спичками, ты где? Их становится трое. Собака никого не выпускает. В конце концов найден выход. Ну, не то чтобы выход, но, по крайней мере, что-то новое. Они пытаются спастись из этого триллера, значит, овчарка по-прежнему сидит у двери. Они разгружают большой деревянный ящик, такой грузовой, да, знаете, в котором имущество перевозят при переезде, набитый книгами. Достают книги, значит, ящик переворачивает, и несчастный сосед, стоя на четвереньках, надев сверху этот ящик, ползет. Вот тут пес реально удивился. Кто бы не удивился, сами подумайте. Он был готов ко всему. Его тренировали, что, значит, вор будет выносить что-то из комнаты. Даже если он выходит с пустыми руками, он все равно что-то вынес. Он украл. Никого не выпускать, никого не выпускать. Пес был готов к тому, чтобы никого не выпускать. Но к тому, что мебель сама начнет топ-топ-топ выходить из комнаты, пес был не готов, ей-богу. И вот он, значит, в ужасе, грызет этот ящик, царапает лапами. Внизу, внутри ящика, обмирает от ужаса сосед, который вот уже почти приблизился к двери. И вот сейчас вот уже выйдет, осталось чуть-чуть. И тут пес сообразил сделать единственное, что он мог сделать, как честный сторож в этой ситуации. Он прыгнул и лег сверху на ящик. Боже, почему так тяжело, не могу сдвинуться с места, кричит сосед изнутри. Что теперь будет? Он умрет там с голоду и задохнется, причитает его сестра. Рассказчик не знает, что делать. И в этот момент возвращается хозяин собаки, который пошутил. Который не уехал в командировку на две недели. Слушайте, я пересказал вам два коротеньких рассказа. Далеко не самые интересные, не самые смешные в этой книге. Но это действительно замечательная проза. И она о животных в равной степени столько же, сколько и о людях. Она на самом деле абсолютно вне времени и вне жанра. Она просто интересна и, мне кажется, подходит для самого разного возраста. Вот такой вот Георгий Скребицкий. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.